Добрый вечер, в эфире программа «Разговор по чесноку» и я, ее ведущий, Роман Полинсков. Наиболее распространенным заболеванием в мире связаны с сердцем. По статистике, 30% мужчин имеют проблемы с сердцем. Виной всему это является экологическая обстановка, курение, неправильное питание, алкоголизм и многое другое. И возникает такой вопрос, как же все-таки защитить свое сердце, как сделать его сильнее и что делать, если, к сожалению, уже появились первые симптомы заболевания сердца. Об этом и о многом другом в вопросах кардиологии мы будем говорить с руководителем направления кардиологии университетской клиники «Казань» Гадарием Маратовичем Камаловым. Добрый вечер. Здравствуйте. Гадари Камалович, у меня первый к вам вопрос. Отчего могут начаться проблемы с сердцем? Проблемы с сердцем – это достаточно многоплановая вещь. Проблемы с сердцем – это и повышение артериального давления, и ишемическая болезнь сердца, и хроническая сердечная недостаточность, и смерть преждевременная. Есть такое понятие внезапная смерть, когда это первое и единственное проявление сердечно-сосудистого заболевания. Основная причина сердечно-сосудистых заболеваний практически всегда – это атеросклеротическое поражение сосудов. Атеросклероз, который приводит к развитию атеросклеротической бляшки в сосуде, в сосуде сердца. Атеросклероз поражает не только сосуд сердца, он может поражать сосуды мозга и любые другие сосуды. Это атеросклеротическая бляшка, увеличиваясь в размерах, содержит холестерин, в какой-то момент не выдерживает напряжение от этого холестерина, и взрывается, лопается, сосуд начинается бороться с этой проблемой, как рана, как язва. Начинается процесс тромбообразования, а тромб спасает эту бляшку. Нозок упорит, к сожалению, сосуды, и, соответственно, развивается сердечно-сосудистая катастрофа чаще всего. Это инфаркт миокарда, хотя инсульт тоже, в общем, таким образом может проявляться. С другой стороны, есть заболевания, которые обусловлены многими аспектами и нарушениями центральной регуляции через мозг, нарушением функций почек, нарушением тонуса сосудов. Это заболевание, например, артериальной гипертонии, которое характеризуется повышением давления. Когда мы говорим, что у человека давление выше 140 на 90, те, кто измеряет артериальное давление, они видят, что есть две цифры. Верхняя цифра называется систолическое давление, а нижняя цифра обычно в быту неправильно называют сердечным давлением. На самом деле, она называется диастолическое давление. Давление выше 140 на 90 миллиметров актутного столба является повышенным давлением или артериальной гипертонией. Вот мы с вами уже, в общем-то, в общих чертах вспомнили два таких серьезных заболевания — гипертония и ишемическая болезнь сердца. Почему мы про них, в первую очередь, вспомнили? Потому что это наиболее распространенное заболевание. Вы говорите, что 30 процентов мужчин страдают сердечно-сосудистым заболеванием. На самом деле, 30 процентов населения всего земного шара имеет повышение артериального давления, то есть артериальную гипертонию. То есть, скажем, мы включаем еще и женщин, да? Да, причем это мы включаем женщин, и причем это 30 процентов, включая и молодых, да, то есть и детей даже, да. Поэтому, скажем, чем больше возраст людей, тем больше вероятность у них иметь повышенное артериальное давление. Считается, что в возрасте, скажем, старше 50 уже как минимум половина имеет гипертонии, а в возрасте там 80-90, чуть ли не все имеют повышение артериального давления. Ишемическая болезнь сердца, она где-то примерно, ну, 5-7, может быть, 10 процентов населения имеет ишемическую болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца — это как раз то, что характеризуется поражением суставов, пардон, сосудов атеросклеротическим процессом. И проявление ишемической болезни — это стенокардия, например, да? Стенокардия проявляется болью. Болью в области сердца, причем не просто боль, боль ведь, в общем-то, испытывает, наверное, любой человек, даже здоровый, но эта боль возникает при физической нагрузке. То есть человек не может выполнить привычную физическую нагрузку. Например, он идет пешком, да, и видит, надо ему успеть на автобус, он начинает бежать быстрее, он вынужден остановиться, потому что у него возникает боль за грудиной, вот это вот то, что я показываю, так называемый симптом сжатого кулака. Когда человек говорит о стенокардии, он описывает его, меня вот так вот сжимает, это вот как раз стенокардия. На стенокардии может быть провоцирована вот физическая нагрузка, она может провоцирована курением. У некоторых людей стенокардия возникает в морозную погоду, вот как сейчас ветрено, да, в морозной погоде, вот в это время они избегают выходить на улицу, когда там минусовая температура, когда сильный ветер дует. Вот. А то, что в Баку иногда вот колет, это тоже к этому относится? Какое вы говорите? В Баку, когда колет. В Баку колет? Нет. Нет, это не к этому относится. Ну, я не могу сказать категорично, но вот любую боль в область сердца расценивать как сердечно-сосудистая патология, наверное, будет не совсем правильно. Когда мы можем сказать, что это стенокардия? Это боль, которая связана с физической нагрузкой, которая прекращается при этой физике. Остановился и через какое-то время эта физическая нагрузка прекратилась, и боль прошла, да. А боль Баку, ведь она, как правило, бывает прокалывающая, кратковременная. Боль при стенокардии, она продолжается где-то в среднем пять-десять минут. Она редко продолжается дольше, но она не бывает стремительной. Проколола, да, это не то. Это, как правило, как раз, когда мы видим такая вот короткая боль, которая секунду продолжается, мы сразу начинаем сомневаться вообще, имеет ли это отношение к сердечно-сосудистой системе или нет. Но в любом случае, конечно, боль в области сердца, да, в грудной клетке, она всегда для нас подозрительна на сердечно-сосудистую патологию. Вот это мы говорим про стенокардию. Еще есть боль при инфаркте. Инфаркт, он, в отличие от стенокардии, характеризуется тем, что сердечная мышца омертвевает. Некроз сердечной мышцы возникает из-за нехватки кровоснабжения. Сосуд полностью закупорился и не проходит кровь. Это мгновенно происходит. А вот когда разрыв от расклеротической бляшки возникает, и в этом случае возникает боль. Но это боль интенсивная, она настолько сильная, эта боль, что пациенты зачастую теряют сознание, они даже кричат от боли. Это боль продолжительная, это для нас принципиальный аспект. Санокардии мы говорим 5-10 минут продолжается, а такая боль при инфаркте миокарда может продолжаться полчаса и час и даже больше. Она настолько нестерпимая, пациент в это время начинает потеть, у него в это время страх возникает, у него в это время появляется сердцебиение, сердце стучит. И в этом случае, конечно же, в первую очередь мы думаем об инфаркте миокарда, а мы рассказываем нашим подопечным, потому что они должны знать симптомы. Почему? Потому что надо вызвать скорую помощь, скорая помощь приедет, сделает электрокардиограмму, сделает обезболивающее и, самое главное, направит в клинику. Вот в клинику, где я работаю, в университетской клинике Казань. Это как раз одна из трех клиник в Казани, которые лечат инфаркт миокарда. Скорая помощь. У нас город распределен на районы. Вот Вахидовский район, например, Советский район. Это все районы, которые обслуживают наши больницы. Чем быстрее мы привезем этого пациента в клинику, тем быстрее мы сделаем умомешательство, восстановим проходимость сосудов сердца. Есть такое понятие, как ангиография, коронарография, стентирование коронарных артектов. Оставляет специальный каркас и восстанавливает проходимость сосудов. Чем быстрее это сделать, тем меньше миокарда умрет. И тогда мы можем спасти пациента от смерти. Вот это одно из наших направлений нашей университетской клиники. Гипертония может протекать по-разному. Некоторые люди вообще не имеют никаких проявлений гипертонии. Они даже не знают, что у них давление. Поэтому мы обычно рекомендуем людям знать свое артериальное давление. Именно для того, чтобы не пропустить развитие гипертонии. И когда наши подопечные видят, что давление выше 140 на 90, они измерили, воспользовались обычными вот этими приборами, которые в аптеках продаются автоматическими. Кнопочку нажал, измерил артериальное давление. Если он видит, что давление выше 140 на 90, это первый, второй, третий раз, конечно, нужно обратиться к кардиологу для того, чтобы уже диагностировать заболевание и обсудить с врачом, каким образом лечить это заболевание. Вот пройдем к инфаркту. Да. Часто говорят, что это частая болезнь мужчин. И все люди, которые даже, может, не знают в этой сфере что-то, говорят, что это из-за того, что, мол, мужчины, они более сдержанные, не дают эмоции выйти. Вы как верите этой былине? Ну, мой опыт жизни говорит о том, что очень часто женщины бывают более сдержанные, чем мужчины, и не дают своим эмоциям выйти, да, поэтому мы можем на эту тему подискутировать. Но на самом деле инфаркт миокарда возникает, я уже еще раз повторюсь, да, из-за того, что есть атеросклеротическое поражение сосудов, есть факторы, которые провоцируют развитие инфаркта миокарда. Стресс среди них находится на одном из важных мест. Это не причина инфаркта, да, это запусковой механизм. Он запускает. А вот сам по себе атеросклероз развился достаточно давно, вероятнее всего, у этого пациента. Да, ну, в какой-то момент стресс. В точности также чрезмерная физическая активность. Человек, который не знает, что у него больное сердце, он начинает в огороде, там, безудержно вскапывать, да, грядки и в конечном итоге получает инфаркт миокарда. Курение, в точности также. После курения очень часто возникает инфаркт миокарда. Ну, вот насчет стресса, то есть сам стресс является каким-то, можно сказать, спусковым крючком, да, можно так сказать? Вы ведь говорите, что правда ли, что у мужчин стресс может быть, да? Вот дело в том, что у женщин есть женские половые гормоны, да, у мужчин есть андрогены, у женщин есть гистогены, и эти женские половые гормоны, они до поры до времени, пока гормональный фон высокий, он является защитным для женщин. Поэтому действительно, ну, скажем так, в более молодом возрасте, да, женщина имеет инфаркт миокарда реже, потому что незащитный механизм. Хотя и у женщин, и у мужчин стресс может спровоцировать. В этом плане мужчина может быть несколько более уязвимым, но и у мужчин факторов риска больше, ишемическая болезнь сердца. А вот с возрастом, когда защитные механизмы женских половых гормонов ослабевают, да, в момент старения, то все выравнивается и у мужчин, и у женщин, там, в возрасте старше 55-60 лет уже все. И даже потом, по мере взросления, в 70-летнем, 80-летнем, женщины даже чаще имеют инфаркт миокарда, чем мужчины. Понятно, что объяснить только лишь тем, что кто-то более сдержан, а кто-то более эмоционально в своих переживаниях, вы сами понимаете, не получится. Слишком много тут компонентов, и стресс всего-навсего один, и недалеко не самый важный, хотя и не последнюю роль играет это проявление. Так что будем считать, что волнуйтесь, нервничайте, переживайте, да, и дело-то не совсем в этом на самом деле. Хорошо, вот насчет физических нагрузок, правда, что они изнашивают сердце? Чрезмерные, точнее, физические нагрузки. Чрезмерные физические нагрузки. Ну, сразу хочется сказать, у кого физические нагрузки, да? Ну, допустим, у тех, кто сейчас ближе к лету, решил подкачаться как-то, изменить свое тело, выглядеть краше, и пошел в фитнес-зал заниматься вот этим всем, и тренера говорят. Я понимаю, что вы говорите о неком молодом человеке, который решил себя привести в порядок, но времени у него мало, и он, соответственно, сейчас... Решил, решил нарастить там. Да, вероятнее всего, этому молодому человеку или девушке особо ничего не угрожает, да? Мы ведь говорим все-таки не там о том, какое красивое или некрасивое тело, а именно, велика ли вероятность у него сердечно-сосудистой патологии, правильно, да, переводя в медицинскую сферу? Наверное, ему ничего не грозит, потому что мы четко себе отдаем отчет, что молодой человек, любого пола, мужского или женского, априори, по факту своего возраста, он имеет низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, да? В возрасте младше 35 лет риск низкий сердечно-сосудистых заболеваний, а вот каждую декаду жизни он увеличивается. И фактически получается, что вот сказать, что он надорвет свое сердце, наверное, будет неправильность. Он может устать, он может переутомиться, он может плюнуть на эти физические нагрузки, да, в силу каких-то других причин, потому что мышцы болят. Но ожидать, что его сердце там разовьется, сердечно-сосудистая патология, наверное, нет. При условии, что он исходно здоров, да? А вот если речь идет о человеке, который действительно имеет сердечно-сосудистые заболевания, ведь проблема сердечно-сосудистых заболеваний в том, что оно развивается исподволь. Ни один человек, у которого развилось сердечное заболевание, не может знать, что оно у него уже есть. Этот процесс появления атеросклеротической бляшки или повышения артериального давления, он идет очень долго. Ведь сам по себе атеросклеротический процесс уже в 17 лет есть. То есть, в принципе, у любого человека с этого возраста атеросклеротический процесс развивается. Но атеросклеротическая бляшка в просвете сосуда маленькая, она начинает расти, расти, расти. И пока она, по крайней мере, половину сосуда не перекроет, никто его чувствовать не будет. А потом эта атеросклеротическая бляшка или еще больше перекрывает и полностью перекрывает сосуд, что маловероятно, или она просто лопается изнутри, потому что это не просто какой-то кусок камня, это такое достаточно многоуровневое. И она развилась, и фактически человек думает, что он здоров, и у него инфаркт. Ничего подобного, он уже был нездоров. А вот в этой категории как раз пациентов, а кто это будет говорить, про какого человека мы будем говорить? Ну, наверное, мы будем говорить про человека более взрослого, скажем, в возрасте старше 45 лет, мужчины или женщины старше 55 лет, у которого есть факторы риска. И вот мы с вами уже переходим к следующему важному аспекту, это факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. И эти факторы риска, они бывают двух типов. Бывают неизменяемые факторы риска, мы их называем немодифицируемые факторы риска. Немодифицируемые — это те, на которых мы не можем повлиять. Это пол, это возраст, это наследственность. То есть мужчина в возрасте старше 45 лет уже по факту своего возраста и пола имеет более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем более молодой. Женщина старше 55 лет имеет более высокий риск, сопоставимый с мужчиной, старше 45 лет. Если у человека, у какого-либо есть ближайшие родственники, родители, сестры, братья, которые имели сердечно-сосудистые заболевания, тем более в раннем возрасте умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, я имею в виду ишемическая болезнь сердца или гипертоническая болезнь, то это дополнительный фактор риска. Их повлиять на них нельзя, мы их уже принимаем как данность. А есть факторы риска, которые модифицируемые, изменяемые. К ним мы относим уровень артериального давления, то есть гипертония — это заболевание с одной стороны, с другой стороны — это фактор прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Они увеличивают вероятность развития инфаркта. Гипертония, повышенный уровень холестерина, избыточная масса тела, сниженная физическая активность, сахарный диабет. Избыточная масса тела — это тоже абдоминальное так называемое ожирение. Мужчины животом ожиревшие имеют абдоминальный тип ожирения. А женщины, из которых есть грушевидный тип ожирения, это немножко другое, это не фактор риска. И вот эти факторы риска — курение, мы перечислили его или нет, избыточное употребление алкоголя, вот это все, соответственно, фактор риска. И на них мы можем повлиять для того, чтобы уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Снижайте массу тела, отказывайтесь от курения, отказывайтесь от употребления алкоголя, имейте высокую физическую активность, правильно питайтесь, это тоже достаточно серьезные проблемы, и у вас этот риск будет меньше. То есть на эти факторы мы можем повлиять? На них мы можем и должны повлиять. И вот если у пациента есть сердечно-сосудистые заболевания, то здесь, конечно, чрезмерные физические нагрузки, возвращаясь к вашему вопросу, они могут негативно повлиять на сердце. Поэтому здоровый молодой человек ничего не грозит, взрослый человек, у которого или есть фактор риска, или уже диагностировано сердечно-сосудистые заболевания, всегда должен осторожно относиться к чрезмерным, именно, я имею в виду, не повседневным, а чрезмерным физическим нагрузкам. А на те факторы, которые наследственность, на них никак, да? На них мы повлиять никак не можем. Мы прекрасно понимаем, что пожилой человек имеет вероятность инфаркта больше, чем молодой человек. Мы их воспринимаем как данность, и на них повлиять не можем, но можем повлиять на запретить курить, или отказать, убедить его, заставить его бегать, в конце концов, по утрам, или ходить, или ходить в бассейн, уменьшить массу тела, отказаться от алкоголя, больше есть фруктов. Вот эти факторы риска для нас как раз модифицируемые. Мы должны на них повлиять. Да, но это только фактор. Это фактор риска. Это то, что может привести к заболеванию. Не обязательно приведет. Ну, вот молодому человеку, допустим, у него у кого-нибудь из родителей были проблемы с сердцем, но он сам этого не хочет, ему рекомендую то, что, дружище, займись правильным питанием, здоровым образом жизни, ну, грубо говоря, тогда возможно то, что у тебя наследственность не проявится. Конечно, безусловно. Более того, даже тому молодому человеку, у которых нет родителей, которые страдали сердечными заболеваниями, мы в точности также будем говорить, не надо иметь фактор риска. Еще раз объясняю. Пока ты молод, тебе ничего не угрожает. Но каждые декады жизни, то есть 20-летний курящий молодой человек, в общем-то, сам себе не навредил. Кроме того, что это нехорошо. Если уж так вот цинично говорить. Но в 30 лет, только за счет того, что он в 20 лет курит, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у него возрастает примерно в 2, а может даже в 4 раза. В 40 лет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличится уже порядка в 6-8 раз. В 50-10 раз. То есть, представляете, есть два молодых человека. Один курит, другой нет. Им обоим 20 лет. Но в 50 лет тот, который курит, имеет вероятность развития инфаркта миокарда только за счет курения сейчас. В десятки раз больше, чем тот, который сейчас не курит. Если он прекратит сейчас курить, достаточно быстро их риск уравняется. Они оба будут в зоне более низкого риска. Вот мы почему говорим, что с молодостью надо следить за своим здоровьем. Мы думаем о десятилетиях вперед. А пассивное курение как? А то же самое. Кальян, курение. Допустим, один молодой человек курит, другой не курит. Четко совершенно доказано. Пассивное курение так же вредно, как и курящий человек. Он в таком же уязвимом состоянии находится. Кальян в точности в такой же ситуации уязвимый находится. Сигареты, сигаретный дым, дым от разложения, соответственно, тех веществ, он приводит к увеличению риска. Теперь давайте поговорим о профилактике. Что именно делать, помимо здорового образа жизни, можно поподробнее, чтобы не попасть в зону риска заболевания сердца. Значит, смотрите. Итак, мы с вами говорим, что фактически есть понятие изменения образа жизни. Мы с вами его обсудили. Отказ от курения, физическая активность, питание, избыточная масса тела, борьба. Вот это все, так скажем, не медикаментозные методы. А ведь есть еще фактор риска, которые ассоциированы с заболеванием. Например, гипертония, повышение артериального давления. Если давление выше 140 на 90, значит, есть гипертония с одной стороны, и фактор риска прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний с другой стороны. Значит, вероятнее всего, в большинстве случаев придется принимать лекарственные препараты, которые снижают артериальное давление. До безопасных цифр. Безопасные цифры это ниже 140 на 90. То есть 130 на 80, 120 на 70, это безопасные цифры. Значит, человек-гипертоник, для того, чтобы снизить риск инфаркта, инсульта, должен постоянно, каждый день, принимать лекарственные препараты. К сожалению, чаще всего бывает ситуация, когда люди принимают препараты, когда давление высокое. Когда оно нормальное, они не принимают. Это неправильно. Потому что давление, мы не знаем, когда оно высокое, когда оно низкое. Любой гипертоник должен каждый день принимать лекарственные препараты. Задача врача сделать так, чтобы этот препарат мягко снижал давление и пациент его переносил. Вот вам, пожалуйста, медикаментозная профилактика. Другой вариант – это высокий уровень холестерина. Бытует мнение, что холестерин можно снизить, например, с помощью питания. На самом деле, это не совсем правда. Оказывается, если ограничить употребление продуктов, которые содержат холестерин, это, ну, в первую очередь, это молочные продукты, жирное масло, жирное молоко, там, сметана, так, это, вот это все, что содержит холестерин. И если уменьшить употребление этих продуктов, то холестерин снизится. На самом деле, влияние продуктов не так уж и велико. Максимум, на что мы можем рассчитывать для снижения холестерина, это, ну, наверное, процентов 5. А порой нам приходится требовать от пациента, чтобы холестерин снизился, ну, на 25, на 50 даже процентов. Для этого нужно принимать лекарственные препараты, их называют статины. Вот эти статины тоже надо постоянно принимать, регулярно, всегда, потому что, как только человек перестанет принимать статины, препараты, снижающие холестерин, он опять вернется на высокие цифры. Высокие цифры — это фактор риска, это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет — высокий уровень глюкозы, это не просто сахарный диабет, глюкоза, она из-под воль разрушает весь организм и в том числе приводит к развитию инфаркта миокарда. И вот для того, чтобы не было этого фактора риска, нужно принимать препараты, снижающие сахар. Это вопрос к эндокринологам, достаточно серьезная вещь. Вот, ну, пожалуйста, оказывается, существуют медикаментозные способы снижения факторов риска, лекарственные препараты. Безусловно, это все нужно обсуждать с кардиологом. У нас есть поликлиническое отделение в клинике университетской, есть стационарное отделение, где можно, в общем-то, эти вопросы все с врачами обсудить, с нашими кардиологами. Следующий вопрос. Опять, былином, можно так сказать, сердечный приступ. Многие говорят, что человек там пострадал от сердечного приступа, умер от сердечного приступа. А что под собой подразумевает этот самый сердечный приступ? Сердечный приступ. Ну, сердечно-сосудистых заболеваний много. Да, то есть, вот, давайте прямо постараюсь я вам описать. Есть нарушение ритма, есть сердечная недостаточность, есть инфаркт, да, ишемическая болезнь сердца, о котором мы с вами говорили, есть гипертония, ее проявление, гипертония, например, гипертонический приступ, гипертонический криз. Все это формально подходит под определение сердечного приступа. Но если мы будем говорить о частоте, возможной частоте развития заболеваний, то, наверное, я думаю, что вы спрашиваете именно по приступу инфаркта, болевой приступ, да, вот это вот как раз болевой приступ, это инфаркт миокарда, и я еще раз хочу рассказать, что инфаркт миокарда характеризуется тем, что появляется боль, она характеризуется за грудиной, она интенсивная, очень сильная, нестерпимая, она продолжительная. Очень часто пациенты с ишемической болезнью сердца для снятия боли используют нитроглицерин. Сейчас это в виде аэрозоли, нитроспреи, они пшикают, и нитроглицерин сразу в ротовой полости слизистой всасывается. Вот при инфаркте миокарда нитроглицерин даже не помогает. Поэтому, если есть такая боль, интенсивная, продолжительная, нестерпимая, она сопровождается, как правило, с чувством страха, сердцебиением, подливостью, от катастрофы сердечной сосуды, не просто боль. Она может 40 минут, 50 продолжаться, и нитроглицерин не помогает, или вообще человек не знает, что он нитроглицерин должен использовать в этих случаях. То, конечно, в этом случае надо не вызывать скорую помощь, чтобы они, во-первых, сделали электрокардиограмму, во-вторых, они обезболивали, они в этом случае используют самые мощные анальгетики, их называют наркотические анальгетики, для того, чтобы эту боль. И они отвезут в одну из трех клиник. Вот, если привезут к нам, у нас сразу в приемном покое начинают диагностический процесс, сразу с приемного покоя такого пациента проходимости, и мы можем спасти жизнь больным. Точность также МКТЦ, точно также седьмая городская больница. Вот, наверное, сердечный приступ это именно это будет. Хотя я бы под сердечный приступ и гипертонический кризис точности также отнес, внезапное повышение артериального давления, которое сопровождается там и болью в сердце, может быть, головокружение. Поэтому давайте постараемся так отнести к сердечному приступу или инфаркт миокарда, или приступу стенокардии, который не снимается привычными стередствами, да, что значит привычным естественным, нитроглицерином воспользовался, он не помог, или привык, что после стенокардии она возникает на фоне, например, ходьбы, да, поднимается по лестнице, остановился, а боль все равно продолжается. Вот это можно считать приступом, и это, в общем-то, повод обсудить с врачом, может быть, даже вызвать скорую помощь. Скорая помощь для того и есть, чтобы они приехали, сделали электрокардиограмму, увидели, что она нормальная и успокоили вас, или наоборот, увидели, что она изменена. Все врачи скорой помощи владеют, даже фельдшеры владеют этим методом диагностики, они видят, что есть изменение на электрокардиограмме и надо, соответственно, срочно отправлять в кардиологический центр, да, которых у нас есть. Вот таким-то образом. Сколько раз вообще человеку надо, необходимо проходить обследование? Все зависит. С каким периодом, там, вот здоровым, больным? Да, от возраста. Ну, здоровое, наверное, я думаю, что, скажем, 20-летнему молодому человеку достаточно проходить обследование, ну, на мой взгляд, раз в 5 лет, да, если он в возрасте уже ближе к 40 лет, то, наверное, все-таки желательно ежегодно проходить обследование, да, хотя бы раз в 2 года. Ну, понимаете, есть, в общем-то, достаточно нехитрые правила, которые позволят разобраться, есть сердечно-сосудистые заболевания или нет. Смотрите, измерять артериальное давление, согласитесь, это несложно, в общем, да, прибор практически в каждой семье, наверное, есть, и если артериальное давление не превышает 140 на 90 самоконтролем, да, то, в общем-то, уже один фактор риска отсутствует, да, потом, если вот появилась плохая переносимость физической нагрузки, да, человек поднимается по лестнице или поторопился и вынужден остановиться, потому что что-то у него перехватило дыхание или заболело, это повод обратиться к врачу. Если же у него все идет гладко, все ровненько, то раз в год вполне достаточно. Там просто проводят общий анализ, да? чтобы мы смогли исключить сердечно-сосудистые заболевания? Самое простое. Общий анализ крови, да, дальше, биохимическое исследование, которое включает в себя холестерин, сахар, функции почек, креатинин, неплохо было бы определить, да, это все, в общем-то, рутинные методы следования. Электрокардиограмма, да и все, пожалуй, вот что нам нужно. Ну и уровень артериального давления, тоже медицинское все-таки обследование, да? Если мы имеем нормальную электрокардиограмму, нормальный общий анализ крови, нормальный уровень холестерина, сахара, нормальный уровень креатинина, да, я думаю, что ничего не забыл, если мы не имеем избыточного артериального давления, не курим, да, не имеем избыточной массы тела, имеем высокую физическую активность, посещаем привычный спортивный зал или там, то, в общем, все у нас хорошо, мы можем четко поставить галочку здоров, да, и вернуться к этому вопросу через год. То есть, в общем, на все обследование уйдет максимум 15-20 минут. А вообще, соходы идут люди проверяться? Ну, смотрите, во-первых, у нас есть диспансеризация населения, которая, в общем-то, штука достаточно хорошая, она ведь не только сердечно-сосудистые заболевания позволяет выявлять, онкологические, но сердечно-сосудистые заболевания это важно. Потом, все-таки, сейчас информированность населения повыше стала, да, если, скажем, молодежь более спокойно относится, хотя молодежь сейчас более так тщательно относится к своему здоровью, то взрослые люди тоже приходят, я не могу сказать, что часто, но приходят, обследуются для того, чтобы просто их успокоили, сказали, что у вас все хорошо, никаких проблем, опять получили свои рекомендации, да, в отношении борьбы с факторов риска, к сожалению, часто мы видим, что человек абсолютно равнодушен, спокоен, у него вроде бы все хорошо, и вдруг в один прекрасный день он оказывается на больничной койке, это, конечно, трагедия достаточно серьезная, я искренне переживаю, когда вдруг, ну, я вижу молодого человека, да, там, скажем, 35-40 лет, который вдруг внезапно, я говорю, что с вами, понятия не имею, у меня было все хорошо, но мы знаем, а вы курили? Да, я курю, да, а вы занимаетесь спортом? Нет, я не ходил, и мы понимаем, что факторы риска накапливаются, действительно были предвестники того, что он мог получить это сердечно-сосудистые заболевания. По статистике, сколько в Татарстане, ну, или в Казани бывают такие случаи сердечных заболеваний? А статистика едина, да, то есть, в принципе, 30% населения земного шара имеет гипертонию, 10-15% имеет ишемического болезни сердца. Ну, сколько у нас в прошлом году было? У нас было где-то, там, есть понятие острокоронарный синдром, да, там, порядка 2000 в нашей клинике, но я думаю, что примерно сопоставимо, да, там, таких вот острых сердечно-сосудистых катастроф в МКДЦ и в 7-й городской больнице, плюс еще другие больницы, ну, вот, за год, там, до 10 тысяч человек, с которыми сердечно-сосудистые катастрофы возникают. У кого-то повторно, у кого-то первый раз. И мужчины, женщины тут примерно поровну, на самом деле, нет такого, что больше мужчины и меньше женщины. Вот, примерно вам статистика, а если, это сюда я еще не включал, там, инсульты, которые тоже сердечно-сосудистые, патологии, так, поэтому, устранено, мы без работы точно не останемся кардиологи в ближайшее время. Ну, и напоследок, давайте подведем итог, все-таки, что нужно сделать человеку, чтобы приходить к вам, но только на обследование, не как в качестве пациента полноценного. Или, или более того, сказать, что сделать так, чтобы вообще не приходить к больным кардиологу, да? Вот, когда мы говорим о здоровом образе жизни, да, мы все-таки, я к этому вопросу отношусь именно с медицинской точки зрения, да, здоровый образ жизни, это высокая физическая активность, безусловный отказ от курения, безусловный, минимальное количество алкоголя, прям вот лучше нет, чем да. Избыточная масса тела, вы прекрасно знаете, как подсчитать массу тела, да, индекс массы тела, есть такое понятие, знаете, как его подсчитать, да? Не знаю. Для того, чтобы подсчитать индекс массы тела, надо массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах массу тела, 75 килограммов, разделить на, ну, метр 80, например, возведенный в квадрат, да, вот, тогда мы получим индекс массы тела. Индекс массы тела, он в норме равен 25. 25, это вот, ну, такое хорошее, это нет. Если больше 25, это избыточная масса тела, там, если больше 30, это уже ожирение. Вот индекс массы тела должен быть чуть меньше 25, да, 24, там, ну, 24, вот в этих где-то пределах. Вот. И, соответственно, если есть избыточная масса тела, и тем более, если вы с партнежным метром определили, увидели, что у мужчины окружность талии более 102 сантиметра, или у женщины больше 94 сантиметров, это абдоминальное ожирение, что является фактором риска. Поэтому нужно убавить обороты, меньше питаться, иметь большую физическую активность и, соответственно, обнаружить, что в какой-то момент вы носите уже меньше размер, чем носили, скажем, полгода назад. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, да, значит, нужно принимать лекарственные препараты для того, чтобы снизить артериальное давление. Если есть высокий уровень холестерина, надо бороться, принимать лекарственные. Если есть диабет, лечить диабет. И, фактически, вот у нас эти вещи, которые являются обязательными для любого человека, вероятнее всего, вот, ну, такие вот, нехитрые, в общем-то, для меня правила. Это и есть понятие здорового образа жизни. То есть, здоровый образ жизни основной этот. Это, безусловно. Я вам более того скажу. Значит, смотрите, какая ситуация. Ведь здоровым образом жизни занимаются во всех, ну, экономически развитых странах. Да, в европейских странах, в странах Северной Америки. И, начиная с 70-х годов, вот, именно немедикаментозным воздействием здоровому образу жизни уделялось огромное внимание. И, скажем, в той же самой Финляндии, которая по климатическим условиям очень похожа на нашу Россию, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, ну, практически в два раза. Только лишь за счет здорового образа жизни. Курение, физическая активность, уменьшение массы тела, рациональное питание, да, вот, собственно говоря, пожалуйста, результат. У нас, к сожалению, в нашей стране результаты, ну, менее радужные, но, тем не менее, в последнее время, вот, в последние, скажем, 5-7 лет уже появлялась такая тенденция на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Так что мы находимся в начале длинного пути, но если мы правильно будем воспринимать, и начинать надо, конечно же, с молодого возраста понимания, то, вероятнее всего, мы получим нижение риска, а значит, увеличение продолжительности жизни и качества жизни, да, то есть будем здоровыми жить и долго жить, да, но если возникнет такая проблема, то мы рядом, мы в центре города, да, университетская клиника, у нас есть кардиологические отделения, у нас есть пеликлинические отделения, у нас весь спектр диагностического и лечебного оборудования, я могу сказать, что наша клиника, это, в общем-то, одна из наших гордостей, да, наших гордостей, мы можем решить, постараться проблему, может быть, не все, но большинство проблем сердечно-сосудистой системы можем решить. Хорошо, но на этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, я напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был руководитель направления кардиологии университетской клиники Казань, Гадаль Маратович Камалов, большое вам спасибо, вы дали, спасибо вам, я, такие мощные советы для наших зрителей, для меня в том числе, что надо сделать, чтобы к вам приходить, ну, просто поздороваться, можно так сказать, там, на такое диагностическое обследование, не как полноценный пациент. На этом все, друзья, большое спасибо за внимание, прислушайтесь к советам, которые сегодня нам дал Гадаль Маратович, не болейте, увидимся в следующий четверг, как обычно, в это время, в программе «Разговор по чесноку», меня зовут Роман Полинсков, увидимся на следующей неделе. До свидания. «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин»